Ваше на Камчатке Это реально охренеть Здесь вулкан Прямо в городе У кого-то всю жизнь по утрам Рядом офис, работа, город У кого-то море Класс, красота А кому-то вот не повезло Вулкан Фигня вообще Какой-то вулкан По утрам можно увидеть И сейчас Я поеду В дом для всех Погнали Проект придумал Анатоном Кротовым Сначала в Иркутске Был бомжедом, страшно, что хуже, чем здесь А правила простые Общекоммунальные На самом деле Это дом для всех И официально может прийти любой человек Независимо от возраста и пола От национальности От вероисповедания И прочих вещей Хочешь что-то купить, покупать Хочешь что-то, не знаю, починить, починить Если не можем, починить Ну, значит, мы чинить А на самом деле Главное просто себя хорошо вести То есть не сраться, не выргаться Вести себя, не знаю, адекватно Убираться за собой Стараться убираться с другими То есть, ну Все довольно просто Никаких не пожертвований Ничего там этого не обязательно Нужно просто Пусть милые согласия Можешь рассказать, с чего начался конкретно этот дом? То есть, как ты искал жилье И что тут изначально было? Жилье искалось очень просто Я тут жил почти год Я открываю Авито И там бац, дом за 10 тысяч рублей На маховой Я звоню этой женщине, Татьяне Говорит, здрасьте, женщина Хочу у вас снять дом Она такая Дом не снят приезжайте И вот в 15 часов мы прилетели Я сразу же прибегался сюда И снял дом Было, на самом деле, очень все печально Я хотел на более трешовый дом То есть, чем хуже, тем лучше То есть, чтобы война с бомжами Чтобы ничего не было Чтобы все было очень печально Вот Я такой нашел Он так у него был То есть, было очень все плохо Костя взял, например, Вантус И просто отдыхал Умитас там, да, блеская Он был очень черный Мы купили с Костей плиту Эпическую В общем, они ее еще и починили Что мы ее купили не рабочая На самом деле, у нас было очень мало Рукастых людей И рукастые люди Были просто на раскладах Они появлялись там, случайно Скажем, раз в месяц И просто Они нам делали все Они делали нам горячую воду Не знаю, всякие там Шпингареты прикручивали И прочие вещи То есть, мы как бы все безрукие Они раз приходят И с инструментом что-то сделают Вот Такие люди очень ценятся Можешь, типа, экскурсию показать? Да Ну, мы сейчас находимся В главной комнате На этой столочной Спальне И все Здесь мы еще и прием пищу Обычно То есть, тут проходит Кино-кино сеанс У нас в последние месяцы Повесили простыночку И Паша нам дал проектор Детский И вот в этом сейчас Наверное, смотрим фильмы Вот Надо поехать и дальше Вот Такого-то Дерина под рюкзач Здесь лежат все рюкзаки Иногда Спит один-два человека Какие-нибудь хранители рюкзаков Сейчас тут спит Катя До этого спал Валера Цаев целый месяц Или полтора Вот В принципе Сейчас рюкзаков мало До этого было раза два больше Это не было места даже для сна Вот Это Здесь только мы развиваемся И больше ничего не делаем Ну и маленькая кухня Притом мы починили Ее тут не было Чайник тоже поставили Тоже не было возможности Кипятить в воду Все остальное Здесь в принципе будем Проблемы к работам Стол И Кухня Еще есть выход Уже заколоченный правда Выход вниз В Как называете В подвал Сюда кто-то пробрался Нелегально Насрал Прямо на улице Занес какие-то игрушки Внутрь Чем был китайский треш Разбросал все какие-то вещи Вот И тут оказалось, что дом как-то не запирается То есть Гонок там очень долго не уходил Недели длинные Потом лежала Она была прикрыта бумажкой И потом кто-то все-таки у него А с ним наступил Не знаю Заметил Тут была очень приятная история Но на самом деле Она больше не повторялась Так что Но сейчас мы дверь закрыли Чтобы всякие бобжи тут не привыкали Нелегально А вот аж великий туалет Тут очень необычная схема Да покажи еще Конечно туалет покажу Туалет типа сортир почти Есть маленькая труба Слава богу она на разность засорялась Тем более люди Которые Скидывали зачем-то бумагу В уникансы А этого делать нельзя Далья закрывается вот так В принципе всегда видно Что тут есть внутри Но не видно чем он занимается Это очень полезная вещь Ну и внешнее помещение Вот то Это баня Она в принципе тоже живая Там тоже можно спать Там как минимум два или три Или маленькие комнатки По два-три человека Там нет горячей воды И зато есть холодная В изобилии И вот вся полянка Вот здесь Стали палатки там видно утоптано Там палатки стояли Оттуда классный вид Вот на бухт открывается Вот величинский вулкан виднеется А прямо перед нами вот эти Железные блямбы Это место размагничивания Подводных лодок И военных столб Они приходят сюда Каждое утро почти И стоят там где-то по часу По два В общем размагничиваются А про пожертвования Можешь рассказать Как это вообще происходит Ну официально там висит Такая бутылка Пятилитровая емкость Где просто написано Можно положить пожертвование Ее плохо видно Но на самом деле За последние вот Сколько два месяца Накидали уже тысяч 15 На самом деле Ну учитывая Что я в месяц получил Где-то тысячу две За электричество 12-12 тысяч получается В месяц Один месяц уже окупился Возможно Полтора месяца Скорее всего Люди А есть кто-нибудь Кто желает съесть Вяленое мясо? Есть разное То есть Есть Оленина Есть свинина Есть телятина Курица Отлично Оленину я вообще с удовольствием Вот это мясо Очень полезный продукт в походе Могу рассказать одну историю Самый простой вариант Который приходит на ум Это взять Покормить медведя Но это не так интересно Потому что медведей так еды полно У нас один товарищ Лёлик из Белоруссии Вот он только сегодня улетел Он очень интересный Такой персонаж Он все время теряется Он теряется И находится Как раз к обеду Вот если вы потеряли Лёлика А он вам нужен Например Ну дрова собрать Или еще что-нибудь Вы можете достать мясо Его аромат распространится По окрестностям И Лёлик найдется Вот хороший достаточно Оригинальный способ Применения данного мяса В общем-то это очень классное место Потому что здесь можно собраться Это как центр Такой Спот Где собираются путешественники Посуждают свой план Вообще Здесь не обязательно жить Хотя тут можно как бы и жить Бесплатно Здесь Месяцами люди живут И кайфово тусуют Здесь можно просто собраться Поехать куда-то вместе в поход Здесь собрана вся информация о том Какие куда ходят автобусы Где можно посидеть Чё как лучше Это очень круто Многие ребята Которые сюда приезжают Они работают Тут гидами Находят себе работу Там Именно в походах Процентов 8 Человеков Сюда приехали Может быть просто так А потом взяли и нашли работу На этот сезон Поэтому здесь можно и пожить И поработать И нормально заработать Безусловно для того Чтобы поехать на Камчатку Есть несметное количество поводов Но ключевым было то Что меня сюда позвал Серега Еще полгода назад Днем мы наконец встретились И пошли смотреть на бухту Под домом для всех Где по пути Серега рассказывал Как он вообще Стал работать На Камчатке Тебя погнали Где мои палки Вот И я приезжу домой После работы Такую смотрю На путь Три человека такие Типа И сидят И такой Приветики Вот Ну и мы познакомились И они вот оказались в Камчатке Начали сразу купить Находки Как там круто И все такое Вот И что и все Я спросил Можно ли там поработать Приехать Ну загорелся И он сказал Ну да возможно Может быть И все такое Ну я как бы не надеялся Вот И я уже уехал в Россию Там жив Работал И мне звонит Алиса И такая говорит Сережа Я нашла работу Для тебя Типа там Все есть Все круто Да Приезжай Ну и все Я просто работаю Удвойне Ништяк И мы получается С Ваней Весь сезон В прошлом отходили Вместе вдвоем Он просто искал как раз человека С которым мог бы Ну Короче работать весь сезон Потому что Ну неудобно так меняешься Постоянно в походе с человеком Вот И все Мы только так вконнектируемся А Я еще же не знал Кому я еду Ну И я такой говорю Блин Таня Ты знаешь Ваню Ну Вот вообще Кто он Откуда Он такая Да он тоже на випассане был Ну в этом монастыре Я такой А все Отлично Это все меняет Это вообще все понятно Погнали 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 А вот ты чей Иди наверх Мы Мы не знаем почему он с нами Днем погода на Камчатке показательно летняя И это конечно подкупает несмотря на холодные ночи В конце концов парни начали водить свои походы И нам предстоял самый первый из них И мы начали знакомиться с нашей группой Безусловно самым впечатляющим местом был характерский пляж С черным как пепел песком И огромными волнами которые ждут своих серферов А завтра мы отправимся в поход вокруг Баккенинга Такой смотришь вправо Рай Смотришь налево Ад И ты между ними По такой погоде в городе вообще А сейчас ты держишься А думаешь здесь в такую погоду Вообще Самая та Херачит по улицу дождь Христайл Да ты такой счастливый Еще океан Очень круто Нашел? И кстати нет Почти нет ни одного такого Нехаряшка Как это сказать Прилипала без денег Обычно Дома бывают такие люди Которые ни хера не делали Сидят и жрут еду Ничего не покупают Ничего не убираются Просто Какой-нибудь чувак Не знаю Сядет там Как я сейчас вижу У стены Достанет подблок И будет играть под игрушку Все таки направил А после него останется Берят ли пепел на стене Кто-то таких нет Были парочка людей Похожих По сути похожей сущности Но они быстро съехали На него были билеты обратные А у хороших людей Обратные билеты в мир Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok